Глядь, что делается-то? Алексеевка берет свое начало с 18 века. Традиционный День села здесь празднует 19 декабря на День Николая Чудотворца. Или, как его называют в народе, Никола Зимний. Каждое село имеет свою историю, свои истоки, свои традиции. Наше село зародилось в начале 18 века. И вот уже 4 век мы стоим вдоль реки Сула. Наши жители соблюдают традиции, обычаи и обряды родного народа. Так приятно видеть, когда проходят в национальных платьях, в национальной одежде, исполняют национальные родные песни, танцы. Культура сохраняется. Село живет, пока живет в нем праведник. В адрес Алексеевцев в этот день со сцены прозвучало много добрых пожеланий и поздравлений. По сложившейся традиции жители села чествовали в различных номинациях. Почетный гражданин села, или деревни, или сельского поселения. Поздравил Алексеевцев и заместитель главы Бавлинского района Ренат Хамедулин. Он представил нового главу поселения и рассказал о планах провести в Алексеевке капитальный ремонт Дома культуры, постройки 1972 года, и строительство спортивной площадки. В 2024 году, открою вам секрет, мы еще сделаем капитальный ремонт вашей кухни. На следующий год мы вам построим детскую футбольную площадку, современную, с искусственным покрытием, с заборами, со всеми принадлежностями. Детская спортивная площадка, футбольная будет. Праздник продолжился концертом «Люблю тебя, село родное», в котором выступили артисты художественной самодеятельности Кандыского, Поповского, Утташлинского домов культуры. На протяжении всего празднования для гостей работала ярмарка, в которой приняли участие учащиеся Алексеевской школы и их родители. Мы с друзьями пришли на ярмарку продавать свои товары. Я продаю пирожки, мои подруги, разные товары. Всех хочу сегодня поздравить с Днем Села. Также мы пришли посмотреть на праздничный концерт, который сегодня будет проходить в клубе. Параллельно праздничным мероприятиям гости могли ознакомиться с выставкой работ местных мастериц «Мои руки не знают скуки». Айгур Хусанова, Мария Кандаурова, Булак Минязов. Новости Юго-Востока.